Как создать собственный мод в Майнкрафт? Всем привет! С вами Злобий! И мы начинаем! Начну с идеи! Я хочу создать особое оружие, которое лечит игрока при нанесении урона. Некий меч вампира. Сделать его можно будет из магического клыка, падающего с маленьким шансом из летучей мыши. Текстуры я заранее сделал в фотошопе, так что отвлекаться на их создание не будем. А перейдём сразу к созданию дополнения. Но в написании кодов я полный ноль. Да и разбираться особо не хочется. Что же тогда делать? Как раз для таких как я была создана программа mCreator. Вкратце она пишет код за вас. А вам только остаётся тыкать мышкой в интерактивные прямоугольники. Скачать её можете по ссылке из описания. Зайдя в программу, обязательно поставьте в настройках нужный вам язык. Так будет легче. Начнём с создания нашего мода. Нажимаем на кнопку создания рабочего пространства. Здесь мы можем выбрать тип дополнения, версию игры, а также название файла. И мода в главном меню. На момент записи этого видео, последняя доступная версия, это 1.19.2. В будущем, уверен, будут и другие. Назвать свой мод я решил Sword of Vampire. Нажимаем создать рабочее пространство. При первом запуске программы, создание поля занимает довольно много времени. 20 минут. Первым делом надо нажать на плюсик, чтобы добавить вещь, с которой будем работать. Программа имеет довольно большой потенциал. Поэтому мод не ограничивается лишь предметами да инструментами. Но сейчас мы создаём меч. Поэтому нажимаем на кнопку инструменты. Нам предлагают написать название мечу. Открывается обложка меча. Для начала загрузим нашу текстуру. Тут есть выбор. Либо загрузить уже готовую, либо создать прямо тут. В нашем случае мы импортируем её. Перемещаемся в свойства, имеющиеся у каждого меча. Урон там, скорость атаки и так далее. С включённым русификатором можно почитать про каждое из них. Я выставлю достаточно низкие значения. Это не самое сложное в создании нашего мода. Поэтому особо останавливаться не будем. Переходим к триггерам. Именно этот элемент даёт мечу особые, ни на кого не похожие свойства. Для начала надо выбрать основу для нашего триггера. Той, что послужит сигналом для нашего действия. В инструментах имеется 9 вариантов. Некоторые русификатор переводят криво. Поэтому, если непонятно, читайте описание того или иного столбика. У меча-вампира сигналом для исцеления является атака по мобу. Такой триггер находится в самом центре. Нажимаем на плюсик. Даём любое название и включаем. Перед нами будет находиться прямоугольник. От которого и будет отталкиваться наша формула меча. Мы указали сигнал, который опирается на удар мечом. Поэтому никакого дополнительного нам не надо. В левом краю имеется куча папок с командами. Какие-то указывают на данные игры. Какие-то на действия новых функций. А какие-то служат для соединения этих команд. А также составление разных алгоритмов. В случае с мечом цепочка будет максимально простой. Никаких условий не требуется. Мы просто наносим урон и после этого лечимся. Я придумал, что восстановление жизни можно сделать за счёт получения эффекта регенерации. Раз это какое-то действие, то и находится оно не в данных, а в управлениях. В нашем случае в управлении сущностями. Здесь как раз строка. Добавить зелье какого-то уровня на сколько-то там секунд. Есть схожая с ней, которая ещё может влиять на показ эффекта и частиц. То есть если вы хотите, чтобы виднелось, что на вас накладывается регенерация, то выбирайте обычную. Если нет, то с уточнением. Я как раз возьму вторую. И подсоединяем эту строку к основанию. Пока что зелье не выбрано. Поэтому мы нажимаем на кнопку и вводим регенерейшн. Далее у нас идёт уровень и время. С уровнем в целом всё понятно. А вот время указано не в секундах, а в тактах. 20 тактов это 1 секунда. Я думаю, что 3 секунд регенерации будет вполне достаточно. Поэтому вводим значение 60. Про частицы и показ я уже сказал. Не хочу их видеть. Поэтому устанавливаем значение ложь. Далее идёт вид сущности. Все виды рассказывать не стану. Лишь нужные нам. Even Target Entity. Это то существо, на которое нацелено наше действие. Если всё оставить так, то при нанесении урона лечиться будем не мы, а моб. Заходим в компоненты Майнкрафт. Здесь имеется такой вид, как Source Entity. Это существо, которое произвело действие. В нашем случае это игрок. И как раз его и будет лечить. Перетаскиваем этот блок и просто заменяем им изначальный показатель. Тот пазл, что выпал, выкидываем отсюда нафиг. Меч готов. Нажимаем на сохранение элемента. Займёмся клыком. Нажимаем на плюсик и выбираем предмет. Также вводим название. Первый этап такой же. Просто вводим текстуру. Затем указываем банальные значения. Количество предметов в стаке, вкладка в креативе и так далее. Описание каждого можно прочесть и выбрать свои показатели. Далее идут свойства еды. Наш клык это не еда. Если конечно мы не китайцы. Поэтому включать этот пункт мы не будем. Следующее мы пропускаем. Как в целом и триггеры. Так как ни один из заготовленных не подходит. Ведь по сути, никто в мире с этим предметом не взаимодействует. Он просто выпадает. Поэтому наш триггер мы будем делать отдельно. Сохраняем элемент. Нажимаем на плюсик и выбираем процедуру. Любое название. И попадаем в знакомую среду. Раз изначального сигнала у нас нет, мы указываем дополнительный. А именно смерть существа. У клыка цепочка будет уже сложнее, чем у меча. Дело в том, что у нас появится условие. Первое, что выпадает он только с летучей мыши. А не со всех мобов. А второе, что выпадает лишь с каким-то шансом. А не на постоянной основе. Заходим в управление потоком. И выбираем если выполнить. И подсоединяем к основанию. Первое условие, что наш моб это летучая мышь. Для начала выбираем в логике указания. Данное существо это кто-то там. В кто-то указываем бет. То есть летучая мышь. Первое условие сделано. Значит можно перейти к выполнению второго условия. Поэтому опять достаем из управления столбик с если. И вставляем его в выполнение. Рандом можно сделать по-разному. Но я это сделаю математически. Моя идея, что алгоритмом выбирается случайное число. От одного до десяти. И если выбранное число меньше или равно четырем, то выполняется выпадение предмета. То есть шанс этого события 40%. В основе лежит логический знак. Поэтому заходим в логику. Выбираем прямоугольник с равенством. И заменяем его на меньше или равно. Дальше у нас идут цифры. Поэтому переходим в раздел математика. Вытаскиваем случайное число от одного до десяти включительно. И вставляем его в левую часть. Также из математики вытаскиваем прямоугольник с числом ноль. Который заменяем на четыре. И вставляем блок в правую часть. Условия поставлены. Остается действие. У нас это создание нашего клыка рядом с мобом. Это по сути действие в мире. Поэтому переходим в управление миром. И здесь находим строку. Создает предмет где-то там. Предмет мы выбираем как раз таки наш клык. XYZ показывает, что создается прямо в точке смерти моба. А задержка исчезновения ни на что и не повлияла. Возможно это имеет смысл лишь в каких-то особых случаях. Всё, с клыком разобрались. Осталось только составить рецепт крафта. Снова переходим к плюсику. И выбираем рецепт. Любое название. И попадаем в интерактивное меню. Для начала выбираем, в каком именно блоке создается предмет. В печке там или верстаке. Ну и остальные параметры по мелочи, типа опыта. А далее очень удобная система. Просто нажимаем на клеточки и выбираем предметы, которые будут участвовать в крафте. У меня это просто палка и два клыка. Если вы где-то ошибетесь, то можете нажать на крестик. И выбрать заново. Вот эта галочка влияет на то, имеет ли создание форму. Если галочки нет, то форма имеет значение. А если она есть, то предмет можно крафтить хоть как. А вот, кстати, как выглядит крафт в виде кода. Согласитесь, гораздо удобнее просто вставить в клеточки картинки, чем прописывать эту ерунду. Сохраняем элемент. В целом, я показал механику создания мода. Отталкиваясь от этого, можно создать почти что угодно. Ну его ведь нужно ещё поместить в игру. Для начала нажимаем на молоток, чтобы проверить, нет ли никаких ошибок в наших элементах. Если не появляется красный квадратик, значит всё хорошо. Нажимаем на оранжевую папку со стрелочкой. И начинается процесс сохранения. Далее два варианта. Либо экспортируем его без доната, или же с поддержкой автора. Какой из них лучше, решайте сами. Прописываем название и сохраняем на рабочий стол. Далее нажимаем на клавиатуре Windows Plus R. Вылезает строка поиска, в которую нужно написать процент, апдата процент. Далее точка Майнкрафт. Модс. И перетаскиваем сюда наш файл. Запускаем Forge версию Майнкрафта. Готово. Можем теперь наслаждаться нашим модом. Как вы видите, клыки падают, меч лечит, и крафт имеется. Этот мод я выложил в своём телеграм-канале. Помимо этого, там постоянно выходят посты с интересными фактами. Увидимся там. Или же в следующем видео.